Привет, друзья! Дошли руки на выходных посмотреть эфир один интересный. Как вообще это происходит? То есть я смотрю что-то на заднем фоне, а потом возвращаюсь. Вот я вот вернулся через несколько дней посмотреть этот эфир. В эфире были Кирилл Куликов, мой товарищ, и там ряд народных депутатов от «Слуги народа». В частности, Галина Янченко. Галину Янченко вы помните, когда-то на встрече с избирателями ей задали вопрос по поводу Шария, потому что до этого она что-то квакала, она сказала, это какой-то там от агрессора, что-то там, короче, это там все такое, там, ну, короче, Кремль, Кремль и вся фигня. Ну, ее потом затралили, она что-то там скрылась, больше на вопросы не отвечала, когда ее попросили привести пример, и все, заткнулась. Она продолжает радовать. Все время, пока она вот находится в «Слуги народа», она одна из десяти первых в списке. Они привезли детей своим мамам. А сейчас некоторые военно-пленные паскудят по всему миру. А тут же надо Максу Назарову как раз-таки намекнуть на великого светочам его режиссера Сенцова. Того же Владимира Зеленского. Ну, то такое. Вы имеете в виду... Сенцова. Ну, он такой же военно-пленный, как и режиссер. Ну, и все, как бы. Ну, правильно, он же не военно-пленный. И, конечно же, он никакой не режиссер. Моментально, как фурия включается. Ну, давайте не ображать. Сенцова, он не военно-пленный, он политвязан. У него есть свои думки. Нехай людина имеет право наступить. Я никого не ображаю, если вы заметили. Почему она вписывается? Потому что это социально близкие. Сенцов, вот с ней на одном уровне, да? Гранты там, вы знаете, Сенцов сейчас превратился в международного путешественника. Везде ездит, рассказывает про российскую агрессию, все такое. При этом нигде не работает. Да? Я просто высказался о его профессиональном... Не важно. Так нет, ну военно-пленный, как режиссер, все правильно. Он военно-пленный? Во-первых, висковый полуэт, и венполитвязан. 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 Задостал. А он уже не политвязан. Он ходит, уже морду вот такой отожрал и катается по миру. Все, угомонись. Зневажного сказал про Сенцова. А что он такой, он что, священная корова? Нельзя про него зневажного говорить? Не право. Давайте, мои любимые, навещо вы его... Не, чекайте, не, не, что говорите, абсолютно точно. Просто заручники. Сенс был в том, как теперь Сенцов коментуя Володимир Африк. Второй, второй слуга народа. Коллега, коллега Янченко включается. Что вы вообще его упоминаете? Сенцов тот человек, которого нельзя упоминать. О-о-о. Уже даже ведущие объясняют, что они вспоминают Сенцова, потому что он говнякает президента. Того президента, который его вытащил. Потому что он бы и сидел там на крайнем севере себе, бог знает сколько. А Сенцов сейчас, отожрав свою морду, его спасать надо вообще. Посмотрите, он опухает. Сенцов опухает. Что с ним случилось? Срочно спасать надо. Ну, я думаю, что Пинчук его загонит перед выборами куда-то, чтобы он там типа подкачался, там стал там это самое. Это же непрезентабельный вообще стал сиделец. Ну, на самом деле, если он это делает, имеет право думать, не думать, мы же можем говорить о том, что он говнякает Зеленского. Того Зеленского, благодаря которому он вышел. А то сидел уже грустный такой там, все, освободился теперь, все, отъелся. Слава богу, путешествует по миру с видом знатоковки на искусстве, посещает какие-то биеннале, да, умничает там, ходит, жрет, пьет, не работает. В общем, все у Сенцова хорошо. Чего его нельзя упоминать? Если мы там через пару месяцев увидим девушку в проекте Сенцова, Пинчука, ничего страшного, она сейчас, наверное, в каком проекте, я не знаю, просто вас не знаю, извините, может, обижу. Вы до пани Галына? Она в проекте «Слуги народа». И это самое смешное, Кирилл. Это «Слуга народа». У них там вот таких вот немерено. У них, я вчера посмотрел, замминистра, замминистра этого культуры Бородянского. Этот чувак, который шел по спискам, кого-то там не прошел, и после этого он стал замом министра Зеленого. Всего. Они же будут перетекать, Сенцова у нас такая новая невеста, которую Пинчук таскает за собой по одной конференции, второй раньше он Вакарчука таскал, сейчас он Сенцова таскает. Может, он спасает страну от ссора? Ну, нельзя, нельзя этого говорить. Это ж Сенцов. Сенцов, он же ж уявляет собой дуб украинский. Кариня, глубоко-глубоко. А там такая крона, там такая. Из желудей до хера. Потому что большинство из них проходят по делу Хизбут-Тахрир. Ну, вообще, полную храмолу лепят. Это по поводу военнопленных в Крыму. Большинство из них проходят по делу Хизбут-Тахрир. Ну, об этом не принято вспоминать. Да, если вспоминают, то говорят, что Хизбут-Тахрир, это просто, ну, они там, ну, наряжаются в национальные одежды, ходят просто, танцуют, поют, там, все такое. Германия, правда, думает иначе, но тоже Германия, она далеко. Були у вас, да, Галина, будь ласка, вам. Да, я бы хотела, перше, по Сенцову відреагувати, вы знаете. Причем, что Куликов до этого рассказывал долго-долго-долго. Но ее зацепил именно Сенцов. Я могу поддерживать, могу не поддерживать его политические взгляды, но мне кажется, что очень неправильно, чтобы мы, неважно, говорили про политвязненных, про военно-полоненных, и тем не менее давали оценку их творческие способности Сенцова. Мы не имеем права оценивать. Почему? Просто. Я уверена, что вы не критиком киномистовства, для того, чтобы давать людине такую оценку. А у него было искусство? Какое еще киноискусство? Галина, ты возвращайся к коровам, там, дерг, 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 дерг. Помоги маме. А у него был аместерс. Может, вы мне фильмы его назовете? Послухайте меня. Фильмографию Сенцова. Я послухаю. Я послухаю. Скажите мне фильмографию Сенцова. А Галина не любит такие вопросы. Не любит. То же самое, что мы ей задавали вопросы по поводу, там, российской пропаганды Шария. А заткнулась, да и все. Фильмографию Сенцова на стол. Я хочу сказать еще раз. Нет, ответьте мне на конкретный вопрос, пожалуйста. А, Википедию. И в Википедии фильмография Сенцова из одного фильма, поконченного, снятого за 3 доллара. Ммм. Это первый момент. Другой момент, с которым я критично... А дальше Куликов просто понесся уже вдаль. Вдаль понесся. Кирилл, ты аккуратнее будь. Времена не те, но все-таки ж ты же аккуратнее. Большинство граждан Крыма, это надо признать. Они действительно пророссийские. Да, действительно, Россия... Мне больше всего нравится, как Мирошниченко делает вид, что он, типа, об этом не знает. Большинство граждан Крыма пророссийские? Что? Под дулами автоматов же. В Крым вкладывают, в отличие от Украины, которая только любит Крым, не дает воду, ничего не делает. Вкладывают огромные деньги. Пух, все. Понеслась свобода слова. Свобода слова, наконец-то, в Украине. Это классно и радостно, да? Мирошниченко рассказывает. Так званая террористическая организация Хизбут-Тахрир, в причетности до какой-то звинувачивает большинство крымцев, которых арештувала. Это плит российской пропаганды и вымысл. Вымысел, равно как и то, что в Германии Хизбут-Тахрир тоже особо не церемонятся. Далась мне эта Германия? А, наверное, потому что мы равняемся на Европейский Союз, а Германия все-таки локомотив Европейского Союза. Но они Хизбут-Тахрир относятся очень плохо. Сняти блокаду. И что? Я хотел запитать, у Парни Галини, какие кроки роблять? Подождите, Валентина, мы остановим там украинскую ладу. Мы сможем там вести политичную деятельность? Мы сможем там вести информационную кампанию? Ну а теперь мы докопались до того, что и так лежало на поверхности. Почему так рвет пятую точку у Европейской Солидарности, у ВОО Свободы, у прочих, у прочих, которые кричат «Нет, никаких выборов там, они все такое». Да, хотя предполагается, что будут участвовать украинские партии. Да просто украинские партии типа «Свободы» туда не смогут пройти. И дело не в том, что российская пропаганда, турецкая пропаганда, они просто никому нафиг там не нужны. Равно как и Европейская Солидарность. Конечно же. Поэтому им невыгодны выборы. И они будут всеми силами кричать «Нет, нет, нет». Впрочем, знаете, как метко заметил тоже Макс Назаров, что российской пропаганды не было там на Галичине, но и там «Свобода» не прошла. Росия в Киеве, в Львове, в Хмельницкому не ведет пропаганды своей активно, а вы не выиграли выборы. Поэтому не нужно говорить, что в Донбассе, если не будет россиян, вы не выиграете выборы. Опять мудрая слуга народа. Нет, это был классный эфир, серьезно. Мы не можем говорить, разговаривать с этими лидерами этих террористических организаций. Не можем идти на будь-якую співпрацю с незаконными формуваниями и террористичными организациями. И ей моментально парируют и затыкают рот. Почему не можете, Галин? Просто аргументируйте. Весь мир урегулировал конфликты именно співпрацю с незаконными формуваниями. С террористами. Именно и с террористами, и Трамп ведет с Афганистами. Я вам открою большой секрет. На самом деле Трамп ведет переговоры с теми самыми талибами. А они уж зло мира, вы сами знаете об этом. Да, ну что ж, у меня все как бы. И вы знаете, кто бы сейчас зачастую не сидел в студии против слуг народа отдельных, большинства, любой, кто бы не сидел, все равно выглядит адекватнее, чем слуги народа. Вот так как-то так сложилось. Зеленый вам приветик. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok